Здравствуйте, уважаемые зрители! В армянских СМИ появилась, как сказать, новая информация, кто убил этого жителя Карабаха Саркисяна 1956 года рождения. Вот спутник Армении публиковал статью «Установлена личность азербайджанца, убившего жителя Чартара в Нагорном Карабахе». Ну, как раз я выпустил два ролика, что там произошло. У всех свои версии, у азербайджанской стороны своя версия. У армянской стороны своя версия. Ну, вот что пишет спутник Армении. «Азербайджан в очередной раз исказил обстоятельства преступления, пытаясь представить умышленное убийство, как попытку пресечь нападение». Ну, там, да, я писал, что армянин пытался напасть на азербайджанского носующего, отнять у него оружие, но солдат азербайджанской армии защитил себя, выстрелил в воздух, а потом застрелил нападающего. До армянской стороны есть неопровержимые доказательства, пишут. Вот как они пишут. Личность азербайджанца, убившего жителя Карабахского села Чартар, Саркисяна этого, установлена, сообщает пресс-служба прокуратуры Нагорного Карабаха. В рамках сотрудничества между Карабахом прокуратурой Миротворческих сил России выяснилось, что убийство этого гражданина совершил гражданин Азербайджана, рядовой Рахимзаде Давид Габил-Оглы. Так, говорится в сообщении. В рамках договоренности, достигнутой между генеральным прокурором Российской Федерации, Армении и Азербайджана, генеральный прокурор российского миротворческого контингента прибыл на место происшествия. Представляете, сам генеральный прокурор российского миротворческого контингента прибыл разбираться в этом деле. Он выслушал свидетелей азербайджанской стороны, самого Габил-Оглы, исследовал предполагаемое место преступления, уже идет следствие, разбирается, кто, как, что это произошло. Азербайджанская сторона в очередной раз, типа, пишут армяне, исказила обстоятельства преступления и представила умышленное убийство, как пресечение нападения на боевую позицию, подчеркивает генпрокуратура Карабаха. Подчеркивается, что Карабахская сторона располагает убедительными и неопривержимыми фактами, в том числе и ведя записью, доказывающим, что действия Габил-Оглы имели умышленный характер, а убитый не заблудился, а был насильно похищен с участка под названием Гурусу. А, это нейтральная зона, он там пас своих коров, овец, и на нейтральной зоне. Ведя запись и другие доказательства, в ближайшее время будет передано российской стороне для полного и всеобъемлющего расследования. Официальной информации о возбуждении уголовного дела азербайджанская сторона пока не обнародовала. Так, ну вот, начинается расследование, да, сейчас, вот тут пишут. Отмечалось, что велись переговоры для возвращения этого гражданина армянской стороне. Ну да, раньше ролик такой был, что армяне, типа, он заблудился, пытались, как бы, его из плена забрать. Ну а потом сказали, что, типа, его убили там. Вот, отмечается, что этот Саркисян в 56-го года занимался животноводством. Вот, напомним, с момента установления режима прекращения дня в этой зоне конфликта уже третий случай убийства мирного жителя Нагорного Карабаха. Ну, я вам рассказывал. Ну и вот сейчас Татаян, как обычно, сделал очень громкое заявление «Азербайджанских военных возле армянских сел быть не должно», заявил Татаян о убийстве этого гражданина Карабаха. Защитник прав человека Армении Арман Татаян убежден, что азербайджанские силовики, размещенные по соседству со сниженными пунктами, представляют собой угрозу безопасности мирных граждан. Применение насилия и убийства мирного жителя Нагорного Карабаха вновь свидетельствует о том, что азербайджанских силовиков не должно быть возле армянских населенных пунктов. Об этом заявил Арман Татаян. Ну и вот, да, тут описывают, что был застрелен этот житель, Саркисян, 56-го года рождения. Этот инцидент в очередной раз подтверждает, что присутствия азербайджанских военнослужащих по соседству, ну и с этими пунктами, не должно быть. Это нарушение прав мирных граждан на жизнь, непосредственно угроза их безопасности. Так, в общем, он пишет, что источник всех этих проблем государственная политика армянофобии и вражды, проводимая азербайджанскими властями. Убрежден защитник прав человека этот Татаян. Ну вот такие новости. Ну сейчас идет следствие. Интересно, там российские миротворцы пытаются, даже главный прокурор приехал разбираться. Интересно, разберутся или нет, в чем там дело. В общем, вот такие новости. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.